Изменения в региональном правительстве. После утверждения должности первого заместителя губернатора Глеб Никитин объявляет новые назначения. Андрей Гнеушев становится заместителем главы региона по внутренней политике. Он будет курировать Министерство внутренней региональной и муниципальной политики, Управление информационной политики и взаимодействие со СМИ, а также взаимодействие с Законодательным собранием Нижегородской области. Ранее эти обязанности частично были возложены на министра по внутренней политике. Таким образом, спустя два года Никитин, вернув правительство должность замгубернатора по внутренней политике. Взаимодействие различных уровней власти приобретает сейчас особое значение в свете посланий президента России Владимира Путина. Глава государства обозначил необходимость выстраивания единой системы публичной власти. Андрей Гнеушев на новом посту будет обеспечивать практическую реализацию этой задачи. Важно также, что он коренной нижегородец и хорошо знаком не только с районной спецификой, но и с представителями общественных организаций и политических объединений. Назначение Андрея Николаевича Гнеушева, с моей точки зрения, это выражение личного доверия к нему, потому что все-таки нижегородец с богатым опытом работы в органах власти, с такой, в хорошем смысле, чиновничьей биографией, которую сегодня знают по самый широкий спектр взаимоотношений муниципалитетов с региональной властью. Здесь, наверное, не столько бы я говорил про выборы, наверное, не больше здесь эта кухня будет министр внутренней политики, именно с точки зрения организации всех тех процессов, которые нам предстоят в 2020-2021 году прежде всего. Я бы здесь говорил о другой внутренней политике, о том, что сегодня для нас важно максимальная интенсификация всех процессов, взаимодействия между МСУ и между каждым конкретным министерством по федеральным программам, по региональным программам, ну и, безусловно, по национальным проектам. Назначение на эту должность заместителем губернатора по внутренней политике Андрея Николаевича Гнеушева, мне кажется, он, как никто, соответствует тем задачам, масштабным задачам по развитию внутренней политики. Но прежде всего он имеет огромный опыт, начиная от инвестиций, заканчивая такой вот социальным направлением и давно работает в структуре правительства Нижегородской области, очень хорошо знает и муниципалитеты, проблематику муниципалитетов. На освободившееся место Андрея Гнеушева назначили Давида Мелик-Гусейнова. Он становится заместителем губернатора Нижегородской области по социальной политике. Его зона ответственности – Министерство здравоохранения, Министерство образования, науки и молодежной политики, Министерство социальной политики и управления по труду и занятости населения. Давид Мелик-Гусейнов работал в федеральном Минздраве и курировал разработку методологии нацпроекта здравоохранения. В нашем регионе он сконцентрируется на реализации нацпроектов здравоохранения, демографии и образования. Фронт работы очень большой, но я уверен, что опыт работы Давида Валерьевича в правительстве Москвы и Министерство здравоохранения Российской Федерации помогут выполнить все поставленные задачи и улучшить качество жизни нижегородцев. Еще одним заместителем губернатора становится Андрей Санасян. Он будет курировать блок реального сектора экономики, а также отвечать, например, за Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства и Департамент лесного хозяйства. Ранее замгубернатора руководил научно-образовательным центром Нижегородской области. А до этого Андрей Санасян работал в Тюменской области и способствовал выводу региона на первое место в рейтинге ОСИ. В числе участников НОДС — крупнейшие нижегородские предприятия, научные институты и вузы. С ними у Андрея Санасяна выстроены конструктивные рабочие отношения. Уверен, что его знания и предыдущий опыт помогут сохранить положительный импульс развития реального сектора экономики и найти новые возможности для движения вперед. Это напрямую связано с повышением благосостояния нижегородцев. А вот заместителем председателя правительства региона Глеб Никитин назначил Олега Берковича. Он будет заниматься подготовкой к 800-летию Нижнего Новгорода и курировать автономные некоммерческие организации. Ранее Олег Беркович занимал пост директора ОНО проектный офис стратегии развития Нижегородской области. Подготовка к юбилею Нижнего Новгорода проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Создан федеральный оргкомитет, правительство России выделило средства на крупные проекты. Статус заместителя председателя правительства позволит Олегу Берковичу эффективно выстраивать коммуникацию как с федеральным правительством, так и на уровне региона, координировать различные структурные подразделения областного правительства, муниципальные органы власти и общественные организации. Человек с большим опытом реализации инвестиционных, культурных проектов, решения масштабных задач и человек с большим системным мышлением. Я думаю, этот опыт, безусловно, пригодится Олегу Алексеевичу и как человеку, который сможет объединить и правительство, и все организации, и всех нижегородцев на благо общего дела, подготовки к городу к такому серьезному, важному событию. Как на регион повлияет масштабное кадровое обновление, увидим совсем скоро. Александра Шеломцева, Время новостей.